Правила благоустройства города Слободского. Документ, который нельзя назвать новым для нашего города. По мнению администрации, пришло время для его новой редакции. Предыдущая датирована январем 2006 года. С этого момента федеральное и региональное законодательство претерпело изменение. Поправки внесены в градостроительный кодекс Российской Федерации, закон о рекламе, государственное регулирование торговой деятельности, законодательство об административных правонарушениях. В новом документе расширен круг основных терминов и понятий. Изменена структура правил. Прописаны новые требования, предъявленные к субъектам благоустройства. Более детально прописаны запреты и ограничения. Кроме того, в новом проекте нет раздела о содержании собаки и кошек, так как существует отдельный документ по данному поводу. Документ довольно внушительных размеров, состоящий из 10 разделов. Ознакомиться с ним полезно каждому горожанину, чтобы разбираться в основных понятиях и понимать, какие действия являются нарушениями правил, что запрещается в соответствии с данным документом. В правилах описано, как и кем должна производиться очистка, уборка и содержание территорий города, уборка улично-дорожной сети в осенне-зимний и весенне-летний периоды, сбор и вывоз отходов. Отдельный подраздел касается содержания урн для мусора, другой – наружного освещения. Это все то, с чем каждый из слабожан сталкивается ежедневно в повседневной жизни. Не принятие этих правил, оно ведь только негативно скажется опять-таки на благоустройстве. В тех правилах, которые сейчас в данный момент работают, штрафы в суммовом выражении отличаются от внов этих штрафов на порядок выше. То есть ответственность граждан, ответственность владельцев зданий, сооружений, предприятий выросла. Суммы штрафов в правилах не обозначены, да и депутаты не могут их принимать или обсуждать. В документе идет ссылка на Административный кодекс Российской Федерации, закон Кировской области и другие нормативно-правовые акты. Правила, конечно, надо принимать, но мне не нравится, что, конечно, жестко очень. Штрафы великоваты. Рассуждать о суммах можно долго, но на местном уровне эти разговоры не актуальны, так как утверждают их не местные думы. В самом документе не найти размеры штрафов, но они четко обозначены в законе Кировской области об административной ответственности от 4 декабря 2007 года. Четвертая глава. Впрочем, городские депутаты не столько спорили по тексту новой редакции правил, сколько были возмущены другим обстоятельствам. Документ этот я получил только что, перед заседанием комиссии. Основные документы я получил в пятницу. Это, конечно, безобразие творится уже многие годы. Пора бы уже прекращать. Если администрация, вернее, Дума не успевает подготовить документы, переносить эти вопросы на следующую Думу. Документы давайте вовремя. Потому что я в понедельник готов, документы ездят. Андрей Игоревич, повторюсь, я имею право сейчас внести. День на плетень-то не наводить. Будьте дисциплинированны. Все у вас будет хорошо. После обсуждений разного характера новая редакция правил благоустройства города Слободского большинством голосов была принята. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.